Мы начинаем. Слышно? Слышно, заработало. Добрый день, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать сегодня здесь на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге на сессии «Антипресс-конференция. О чем говорят зарубежные медиа». И когда я первый раз услышал слово «Антипресс-конференция», я вспомнил книгу замечательную Дугласа Адамса «Путеводитель автостопщика по галактике», где, вы помните, они несколько сотен тысяч лет искали ответ, а потом еще несколько сотен тысяч лет искали вопрос на этот ответ. Но в нашем случае «Антипресс-конференция» — это не когда меняются местами вопросы и ответы, меняются местами те, кто обычно задает вопросы, и те, кто на них отвечает. Я представлюсь, меня зовут Всеволод Пуля, я главный редактор издания «Russia Beyond». Это издание, которое рассказывает о России, зарубежной аудитории, о российской культуре, истории, путешествиях, технологиях и многих других темах. И сегодня у нас такой формат, что отвечать на вопросы будут журналисты, а задавать эти вопросы будут представители и деятели культуры. Но начнем мы все-таки сначала с того, чтобы пригласить на сцену деятелей культуры. И я бы еще долго мог говорить о важности этого мероприятия и важности обсуждаемых тем, но простая математика подсказывает нам, что у нас сегодня 12 замечательных спикеров, у нас с вами уже меньше 90 минут, и получается, даже если никто больше не будет говорить, у нас каждый спикер, на него остается примерно по 7 минут. В общем, приглашаю на эту сцену Пакрас Лампас, современный художник-каллиграфист «Россия». Пожалуйста. Пьер Кристиан Браше, основатель фонда «Нью Рулс». Прошу. Евгений Водолазкин, писатель и литературовед. И Алексей Лебедев, директор автономной некоммерческой организации «Русские сезоны». Друзья, спасибо большое. И прежде чем начать, хотелось бы немножко узнать лучше нашу аудиторию, для кого мы сегодня будем говорить. Давайте мини-социологический опрос. Поднимите, пожалуйста, люди в зале, кто является из вас деятелями культуры. Кто относит себя к деятелям культуры. Так. Кто относит себя к журналистам. Так, журналисты. Спасибо. И представители пресс-служб. Есть у нас? Так, спасибо. И теперь все остальные, кто не относится ни к одному из трех групп. Так. Интересно. Кто же эти люди? Ну, хорошо. Спасибо. Так, мы более-менее разобрались. У нас примерно все в равных долях представлены в аудитории. И сегодня нам нужно ответить на вопрос, как заинтересовать зарубежные СМИ. Но мне кажется, что тема нашей беседы, она более широкая. Как заинтересовать СМИ культурными темами в принципе. Потому что, по крайней мере, в журналистской тусовке постоянно обсуждаются вопросы того, что вот люди не читают про культуру, им подавай преступность, им подавай какую-то чернуху, криминальные новости и так далее. Поэтому я предлагаю начать с того, чтобы каждый из наших здесь присутствующих спикеров рассказал бы либо о своем проекте, своем перформансе, своем произведении, которое за последнее время вызвало наибольший интерес и наибольшее освещение в СМИ. И почему так произошло. Либо наоборот о проекте, который вы рассчитывали, что он выстрелит, что он получит огромное освещение, но по каким-то причинам внимание публики обошло его стороной. И начать я попрошу, наверное, Пакраса Лампасов. Добрый день. Если следовать тому, чтобы недавний проект как-то появился в СМИ или не появился, то рассказывать о проектах, созданных в 2015, 2016, 2017 и, возможно, более ранних не совсем корректно. Поэтому приведу пример с моим проектом, созданным на площади в Екатеринбурге, созданном на площади первой пятилетки в рамках фестиваля «Стенография». Возможно, кто-то знаком, кто-то нет. Я расписывал площадь, площадью больше 6500 квадратных метров в довольно таком промышленном, не совсем благополучном прошлом районе. И этот проект стал очень резонансным. Во-первых, потому что, в принципе, художественные проекты масштабные, которые я создаю в России, имеют некое внимание и лояльность аудитории. И, во-вторых, потому что это довольно амбициозный и большой проект для города, который, наконец-таки, появился в самой настоящей городской среде. Было интересно, потому что работа получила очень много одобрения. Я рассказывал через площадь о советском супрематизме и работах Казимира Малевича и взял за основу его супрематический крест. Соответственно, форма супрематического креста ввязалась очень хорошо с промышленным прошлым города, ввязалась с тем, что сама плитка на площади была выложена ровно в этой форме. И, соответственно, я постарался совместить, во-первых, акцент на прошлом города, о котором не стыдно говорить, акцент на истории нашего искусства, которым мы реально гордимся, и, собственно, современное искусство, которое это все переосмысляет и создает новый объект. Дальше появилось очень много внимания к этому проекту, когда его случайно хотели закатать в асфальт. И, собственно, тут появляются уже СМИ, которые начинают про это активно рассказывать в России. И многие СМИ не особо начинают проверять информацию, начинают рассказывать о том, что работу закатывают в асфальт не частично, а в какой-то большом проценте, или закатывают на следующий день после создания росписи, несмотря на то, что роспись была около месяца. В общем, получилась такая интересная история, когда СМИ очень сильно разогрело интерес к работе, исходя из факторов, на которые часто художник не влияет. То есть это была информация, которую я или пресс-службы фестиваля не предоставляли, но, тем не менее, она попала в широкие массы различных порталов. Дальше происходит еще более интересная история, когда эта работа привлекает в себе внимание верующих, потому что задействована форма креста. Здесь начинается очень много споров вообще по поводу того, как использовать форму креста в современном искусстве, как оценивать современное искусство, если оно попадает в городскую среду, потому что любая среда городская – это этап согласований, соответственно, определенной модерации контента. Соответственно, кто виноват в том, что среда начинает меняться? Виноват художник, виноват администрация, виноват фестиваль. И как, в принципе, постараться людей объединять через проекты, а не искать тех, кто обидится на проект и постарается его изменить. И, в общем, наверное, медийно этот проект длился больше трех месяцев, начиная, собственно, с июля, когда закатали, и заканчивая октябрем, когда работа была закончена. В очередной раз, когда я принял решение вернуться и восстановить работу, но так как слишком много было разногласий, споров и так далее, мы внесли в эскиз дополнительные элементы, которые изменили форму креста, сделав ее более супрематической и, соответственно, вообще поговорив на тему того, что в эпоху мета-модерна у смысла есть несколько значений, да, собственно, отсылаясь, опять же, к Платону и его термину метаксиас. И так как форма креста одновременно существует как в религиозной культуре, так и, собственно, в культуре, связанной с напрямую искусством, далеким от религии, оба смысла имеют право на существование, имеют право на свою защиту и на собственную трактовку. И, в принципе, почему этот пример еще интересен, многие проекты, которые попадают в СМИ, связанные с искусством, именно в СМИ зарубежные, в этот раз проект довольно много раз не попадал туда, и, наверное, это связано с тем, что СМИ не совсем понимает некий контекст локальных проектов, которые вызывают определенный резонанс. И так как часто информация очень быстро меняется, вышло так, что в России про это рассказывали все федеральные СМИ, и печатные, и интернет, и ТВ, в общем, наверное, один из самых таких громких проектов по объему цитирования. А в зарубежные СМИ это не особо ушло. Вот, опять же, как почва для новых вопросов. Как раз такой вопрос. Вы рассчитывали на вот этот дополнительный резонанс, когда делали это произведение? Все-таки всем известно, что в России аудитория очень чувствительна к вопросам религиозной тематики, и нарисовать крест фактически на земле, по которой люди могут ходить ногами, довольно чувствительный вопрос для многих верующих. Вы рассчитывали на именно такой скандальный резонанс? Или это, скорее, аспект, который выскочил из-под контроля и развивался самостоятельно? Я считаю, что это аспект, который именно вышел из-под контроля, и это как раз-таки говорит о неком буфере между художником и смыслом, который потом транслируется в СМИ. Это получается за счет многих факторов. То есть, когда, например, я создаю такой проект, он же проходит через этапы создания эскиза, пресс-конференции с всеми локальными представителями сообществ, СМИ, города, когда проект рассказывается, демонстрируется эскиз, демонстрируется план работ. То есть, это не так, что мы втайну создаем проект и потом удивляемся, что вот его кто-то неправильно понял. Там же была история о том, что проект месяц был в оригинальном виде совершенно спокойно воспринят. У меня за счет широкой аудитории моей собственной всегда можно увидеть срез по отзывам, по комментариям, что представители православных сообществ и вообще верующие с удовольствием увидели проект, потому что я никак не оскорблял и там в каком-то неправильном виде об этом не говорил, в том числе в названии работы, сохранив приставку «Супрематический крест». Но, тем не менее, потом, когда это выливается в более широкую среду, здесь, конечно, уже сложно сдержать самому и от того, какие мнения будут высказаны, пойдет дальнейшая дискуссия. Спасибо. Вопрос к первому Кристиану Браше. Расскажите про ваш проект, который в последнее время получил либо удивительное какое-то внимание аудитории медиа, либо, наоборот, он был как-то неожиданно холодно воспринят. Ну, я думаю, что Покрас уже практически главные столбы просто успеха уже передал. Есть, на мой взгляд, первый момент – это быть сам инициатором событий. И, таким образом, есть человек, на который можно обратиться и который может ответить для пресса и может раскрутить свой проект. И второй момент – это организовать именно события как события, не просто выставка, не просто какой-то спектакль и так далее, а создать мощнейший такой момент, когда в городе, где ты появишься и организуешь выставку или спектакль и так далее, что весь город просто встал и понял, что к нам пришли очень мощные такие ребята, которые нам покажут что-то абсолютно увлекательное. В 2008 году, после того, что я показывал свою коллекцию в Московском музее современного искусства, частную коллекцию, где «Мегафон» был мой партнер, «Мегафон» ко мне обратился с просьбой, давай, организовай выставку, которая будет путешествовать по всей России. И задача была показать, что «Мегафон» просто работает на всей стране. И тогда я придумал такой трюк, я придумал название выставки следующим образом, что мы назвали «Будущее зависит от тебя», который тогда был слоган «Мегафона», и дальше «Новые правила». Почему я это сделал? Потому что я знал заранее, что если я не соединяю название выставки с моим проектом, ни одного журналиста в регионах не будет говорить о том, что «Мегафон» финансировал этот проект. А цель «Мегафона» была, естественно, что пресса говорила о том, что вот есть суперспонсор умный, который вдруг обратил внимание на этот новый, потому что в 2009 году это уже 10 лет назад, и что тогда не было ясно, особенно в регионах, нужно ли современное искусство, что такое современное искусство и так далее. И в каждом городе я каждый раз, что в Владивостоке, в Хабаровске, в Красноярске, в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Самаре и в Краснодар, где мы организовали эту выставку, везде я взял минимум с собой два художника и минимум один журналист из Москвы. Плюс к этому у меня был директор пресс-службы из Москвы, который в каждом городе сотрудничал с местным человеком или местной организацией, которая организовала для нас местную прессу. И благодаря этому, естественно, я получил в каждом городе такой тальмуд. Мы были там до 10 раз в телевидении, там на всех каналах, которые можно придумать. Вот в Хабаровске я оказался в воскресенье утром, готовил омлет по-французски и рассказывал о сравнении искусства, потому что это была утренняя программа местного телевидения. Вот я думаю, что вот это, когда ты организуешь вот такой танк, такой армии, и тогда получается прекрасно. Спустя годы я организовал выставку в Венеции во время Абиеннала, и мы показывали тогда самые известные художники России, Александр Виноградов и Владимир Дубусарский снимали палаццо, организовали там все это транспорт и так далее. Я не знаю, если кто-то организовал что-то в Венеции, это просто ад. Это просто, если кто хочет делать это, просто подумайте три раза, потому что это просто с ума сойти. И вы попадаете в главном событии в области современного искусства, который происходит каждые два года, и здесь вы, несмотря на то, что у вас есть лучший пиар-агент, что у вас есть куча друзей в этом области, практически невозможно просто ничего не пробить, потому что столько всего происходит, что вы просто пропадаете в этом огромном массе вещей. Третий, это я организовал выставку в рамках Беннала Валориса, это было в 2014 году. Валорис, город Валорис мне попросил, мне просто сообщили, что они хотели пригласить художников из России, поскольку они тогда показывали только европейских художников, и они решили, что там один год они пригласили художников из Кореи, следующий год из Китая, и вот пригласили просто меня организовать выставку с российскими художниками. Здесь тоже достаточно сложно, потому что Франция летом, это момент, когда происходят везде виставки, везде там Беннале, Фото, Варли и так далее, и так далее, и тоже достаточно сложно, несмотря на то, что у вас хорошее пиар-агентство, очень сложно что-то пробить. Но, тем не менее, из-за того, что было, во-первых, несколько суперзвезд, как АЕС Брусеф или Гриша Брускин, мы получили все-таки несколько статей, но, как ни странно, и здесь это может быть проблема русских или российских журналистов, поскольку я никого не взял из России, из журналистов российских в Валорис, к сожалению, никто в России не рассказывал об этом событии. Поэтому, видите, там иногда ты думаешь, что ты что-то можешь делать и ничего не происходит, потом, несмотря на то, что environment, скажем так, прекрасный, как Беннале в Венеции, или, ну, когда ты сам один организуешь, и ты лично просто принимаешь участие в этом проекте, тогда получается прекрасно. Поэтому вот... Ну да, получается, что это такой огромный хаос. Внимание публики – это огромный хаос, где ты можешь контролировать только очень маленькую часть. Да, ну вот аж сейчас я попробую, это уже другая абсолютно тема, это уже не современное искусство, хотя я продолжаю, естественно, собирать. Я открыл неделю назад новый блог, поскольку, наверное, вы знаете, что я уже семь лет веду передачу на канале «Культура», которая называется «Моя любовь, Россия». И я решил, что... Просто из-за того, что очень много друзей там во Франции, в Германии, в Америке мне попросили, а почему ты не делаешь эту передачу на английском языке? Но на английском языке это не задача канала «Культура». Поэтому я решил открыть блог, это называется «Культура России» или «Cultures of Russia». Мы открыли неделю назад. И я специально сделал этот блог на двух языках, на английский и на русский, для того, что хоть что-то там появилось на Западе или за границу, где люди могли понимать, что Россия — это не только Кремль и КГБ и Путин, и там плохие ребята в Крыму, но что есть на самом деле очень много разных культур, которые в Европе потихонечку исчезают. Вот эта мозаика, культурная мозаика. И вот именно об этом я буду рассказывать в этом блоге. Вот за неделю получил пока пять тысяч. Чуть меньше пяти тысяч. Ну, посмотрим. Я думаю, что это не супер, но хоть что-то. — Спасибо, Пьер. У меня еще будет вопрос, связанный с вашим блогом. Сейчас я хотел предоставить слово Евгению Водолазкину. Евгений, расскажите, пожалуйста, про ваш опыт общения с медиа и как вообще можно ли контролировать этот процесс, то, как о тебе напишут, то, как это воспримет публика и станет ли определенное событие или определенная книга супервирусной или нет? — Ну, у меня, надо сказать, я представляю ту сферу, где производство очень дешевое. Это компьютер и стол. Вот. В отличие от кино и, может быть, там, других видов искусства, мы немного вкладываем, и поэтому интерес к нам поменьше в смысле раскрутки. никто не требует отбивать деньги, и мы чувствуем себя спокойно. Вот. Что касается моих успехов, то они как бы были совершенно неподготовлены, ну, кроме как текстами, которые я пишу, нас же, в общем, довольно так, слабо переводят за границей, особенно в англоязычных странах. Если на рынке англоязычных стран русская литература занимает два с половиной процента, простите, переводная литература, русская, видимо, вообще два от этих двух. Вот. То, например, в странах таких, как Франция, Германия, 30-40 процентов занимает переводная литература. То есть англоязычный мир в каком-то смысле самодостаточен. И считается, что вот как бы завоевывать надо вот этих ребят. Ну, у меня как-то странно, даже забавно получилось. Мне позвонила агент, что она выставила мой Роман Лавр, значит, на продажу, вот, в Лондоне. И при том, что нас как-то особенно вообще не любят печатать, она говорит, что я чуть не упала. Одиннадцать лондонских издательств предложила издать. Может быть, их привлекла тема уродивых, там уродивых нет, у нас их много. Вот. Поэтому так оно сработало. А потом как-то одно за другим цеплялось само. Важным этапом была статья в Нью-Йоркере, вот, в главных англоязычных газетах, потом в европейских, ну, из европейских, может быть, главным, я имею в виду англоязычных, это было попадание в газете Guardian в список десяти главных романов мировой литературы о Боге, вот, с романом Лавр. Это вызвало, вот это действительно вызвало большой интерес, там эти вещи замечают. Ну, еще, пожалуй, автор культового романа Джанет Фич, культового романа «Белый олеандр», фильм был снят, она в Лос-Анджелесе живет, она написала большую статью. Но вы знаете, что удивительно, вот, успехи в прессе и успехи среди публики, они не совпадают. То есть, или совпадают, но не всегда. Вот, например, в Германии, Франции меня воспринимают достаточно умеренно, без каких-то больших восторгов, то есть спокойно. А хорошо, очень тепло и, так, достаточно с энтузиазмом, это Англия, Соединенные Штаты, почему-то Румыния. Вот, в Румынии, я такое даже в России, собственно, не видел, чтобы полный оперный театр на встрече с литератором собирался, совершенно удивительно. Ну, вот так бы я ответил. Евгений, а вы можете сформулировать, может быть, какую-то разницу в интересах со стороны зарубежных журналистов и российских журналистов? Скажем, зарубежные больше спрашивают о чем-то одном, наши отечественные о чем-то другом. Да, разница есть, зарубежные, поскольку я бываю, как, в связи с выходом книги, у меня в 35 странах выходят книги, и когда я бываю, у меня какое-то дикое количество интервью, которые организует издатель, потому что издатель хочет раскрутить книгу. Вот, но в наших, надо сказать, наши менее политизированные, не знаю уж по каким причинам, но они спрашивают о сути. Вот, западные хотят услышать что-то о кровавом режиме, о том, как мы, значит, стоим на страже свободы и прочее. Вот, и я же говорю спокойно, что я занимаюсь своим делом и не очень смотрю по сторонам. Вот, спрашивают, как вы можете, значит, жить, на вас давление, я говорю, на меня не оказывается. Я как неуловимый Джо, которого, который неуловим, потому что его никто не ловит. Вот, и так, в общем-то, в целом в нашей литературе я знаю. Но вот эти вопросы иностранные журналисты любят, вот, часто они хотят видеть писателя-борца, вот, а я, они говорят, вот вы боретесь там или что-то, предпринимаете, противостоите, превозмогаете. Я говорю, вы знаете, в общем, у меня так много дел в области создания текста, что я просто не успеваю этим заниматься, да нет особого выживания. Возможно, образ писателя-борца лучше продает какие-то книги. Да, вот, борцы, они часто имеют высокие тиражи, потому что они, в общем, востребованы, вот, хотя, как показывает опыт, вот, коллеги нашего из области живописи, и когда борец приезжает, например, в Париж и начинает там поджигать банки, то, в общем, удовольствия меньше там испытывают. Спасибо большое, Евгений Водолазкин. Алексей Лебедев, директор ОНО «Русские сезоны», у вас в карьере вы проводили огромное количество международных культурных акций. Расскажите, как сделать международную культурную акцию, которая вызовет безумное внимание прессы и аудитории? Ну, действительно, я, наверное, соглашусь с Евгением, для того, чтобы на Западе или на Востоке за рубежом любая акция стала безумно популярной или интересной, то нужно привести борца, борца в сфере литературы, борца в сфере творчества или художника, или какой-то театр, который пытается бороться с режимом. Об этом нас всегда спрашивают. Сам проект у нас достаточно молодой, но цифры, которые мы достигли за три года с момента возрождения русских сезонов, а возродили мы их в 2017 году, и первой страной, первыми мероприятиями русских сезонов в 2017 году принимала Япония, и уже там мы провели 237 мероприятий в 40 японских городах. Они разножанровые, то есть у нас, наверное, нет проблемы в том, чтобы пишущий журналист или профессиональная пресса нашла бы то мероприятие, которое они хотели бы описать, потому что мы везем и российский кинематограф, и мультипликацию, и, безусловно, это и симфоническая музыка, это и классический балет, это и авангард, это и эйфман, это и Жизель Большого театра, это и выставочные проекты, крупные выставочные проекты, которые готовят Эрмитаж, Пушкинский музей, Третьяковка, это выставки молодых наших современников, допустим, выпускников Академии Репина, Санкт-Петербурга. То есть программа действительно многообразна. 2018 год была Италия, мы там уже разогнались, и 371 мероприятие в Италии в 74 городах, сейчас мы завершаем Германию, русские сезоны проходят в Германии, здесь 90 городов, 90 учреждений культуры, которые участвуют в проекте, и более 400 мероприятий. То есть писать есть о чем, но проблема заключается в том, что, конечно, мы не просим, наверное, не требуем, это невозможно, все 400 мероприятий в рамках одного большого проекта описать, как-то похвалить или покритиковать. Хотя это было бы здорово, мы бы каждый день выходили в иностранной прессе. Но основные вопросы, которые мы получаем, а почему вы не привезли того или иного культурного деятеля, о котором говорят все, а почему вы привозите русскую классику, почему у вас нет контемпли-арт, почему вы не везете современные какие-то постановки. На самом деле я с этим не совсем согласен, потому что даже прочтение классики сейчас, в наше время, это и есть современные постановки. Это молодые актеры, которые видят это по-другому. Но в данном случае журналисты хотят каких-то интересных скандальных вещей. Слава Богу для нас, для нашего проекта, пока у нас таких скандалов не было. Хорошо. Масштаб действительно поражает. Это десятки, сотни мероприятий в разных странах. А вы можете из всего количества этих замечательных мероприятий выделить какое-то одно, которое вам наиболее сильно запомнилось, либо с точки зрения содержания, если там содержание сильно отличается, либо с точки зрения реакции местной публики и прессы? Это очень сложно сделать. Еще раз повторюсь, потому что мероприятия разножанровые, и страны воспринимают нашу культуру по-разному. Потому что если мы говорим о Японии, допустим, о Японии, то для японского зрителя, конечно, иконой русской культуры является русский классический балет и русская симфоническая музыка. Японцы действительно плачут на концертах, когда они слушают Чайковского. Я это сам видел. Денис Леонидович Мацуев, Валерий Альбуслович Гергиев это могут подтвердить постоянно. Японцы воспринимают нашу культуру настолько глубоко. Японский зритель после того, как посмотрит балетную постановку, допустим, Большого театра или Театра Эйфмана, они стоят возле служебного выхода в театр какой-то неимоверной колонной и ждут своих артистов. Они настолько искренне это воспринимают и принимают, и это действительно очень приятно. Спасибо. Алексей сказал очень интересную вещь. Пресса хочет скандала. Вот у меня вопрос, наверное, ко всем участникам нашей дискуссии. Это пресса хочет скандала или это аудитория хочет скандала? То есть пресса понимает, что нужно аудитории, а продать аудитории какое-то ровное, спокойное, красивое событие уже невозможно. За счет того, что конкуренция за внимание аудитории катастрофическая. И чтобы сильно отличаться на фоне других событий и других мероприятий, приходится действительно вносить в свои перформансы, в свои мероприятия какой-то элемент скандала. Это запрос аудитории или это запрос прессы? Можно я первое, простите, коротко прямо отвечу. Вот все то количество мероприятий, которое сейчас было произнесено, если мы говорим про Германию, 400 с лишним мероприятий абсолютно разных. Это и наши регионы, которые показывают региональные коллективы. Порой некоторые из них вообще никогда не выезжали на гастроли, и они для себя даже Европу открывают. Так же, как и европейский зритель открывает их для себя. Вот ни на одном из этих мероприятий не было пустого зала. Поэтому аудитория всегда находит что-то для себя, то, что им интересно. Я бы добавил, что чем вообще примечательно наше время, это определенная диверсификация СМИ на интернет-СМИ, которые стали образовываться путем микроблогов, путем страниц в социальных сетях. И, в принципе, появился такой термин, как инфлюенсер, да, это лидер мнений, который сам становится собственным СМИ. Да, и через свои какие-то высказывания также можно набирать аудиторию, в принципе, что художники, что вообще деятели культуры вполне успешно этим пользуются. То есть я через свой Инстаграм могу свободно, да, делать какие-то публикации, анонсы. И у меня в среднем это 400-300 тысяч человек охвата, понятной мне целевой аудитории, которая знает, что хочет. Поэтому сейчас СМИ в каком-то смысле конкурируют не просто друг с другом, но и, в принципе, конкурируют за внимание в интернет-среде. И это накладывает определенный контекст подачи материала, определенный контекст того, как устраивается заголовок, материал внутри, цитирование, ссылки и так далее. Поэтому, видимо, исходя из этого, можно сделать некие выводы, опять же, не мне их говорить. Спасибо. Пьер, может быть, ты добавил? Он это не делает для того, чтобы получить прессу. Он это делает, потому что это его, ну, как он считает, творчество. Поэтому здесь я не вижу, что это цель. Когда я рассказывал о том, что мы назвали нашу выставку «Будешь и завести от тебя», просто мне кажется, что с прессой есть всегда одна проблема. И это особенно в России, когда мы понимаем, что делать любые события в России требует спонсора практически, потому что не Минкульт, не могут поддерживать все частные инициативы, которые художники, продюсеры, ревистры и так далее могут организовать. Но пресса и все редакции во всех городах и на национальном уровне строго запрещают цитирование бренд, который финансировал или который позволял организовать эту выставку в этом городе. И мне кажется, что здесь, я это сказал уже в 2009 году всем журналистам, когда мы делали пресс-конференцию, я им сказал, понимаете, эта выставка здесь, потому что есть мегафон, потому что есть ряд компаний, которые нам позволили привезти два самолета работ в ваш город, которые мне помогли просто привезти все вот эти каталоги, все-все-все, которые бесплатные и так далее. И если вы их не цитируете, зачем им дальше поддерживать культуру? Они не менее важны, чем я в этом случае, или чем искусство, которое мы покажем. Они просто мотором вот эти события, которые происходят и в регионах, или за границу. Я не знаю, я уверен, что никогда никто в прессе, тоже на Западе, не цитировал ваши главные спонсоры. Хотя и о спонсоре они только это хотят, они только это ожидают. И пресса, как стена, просто всегда говорит, нет, мы не будем. И тогда ты думаешь, ну, а как дальше будет? Хорошо, вот если совместить вопрос про спонсоров и то, что сказал Покрас по поводу того, что может быть сейчас уже для деятелей культуры и внимания прессы не так важно, если есть мощная собственная прокачанная соцсетью. Уже вот эта концепция привратников, что журналисты стоят на стражах большой аудитории, она давно разрушена. Теперь, если ты интересен, популярен, у тебя есть своя аудитория, тебе не нужны посредники, ты можешь с ней общаться напрямую. Можете вот это прокомментировать как-то? Евгений, пожалуйста. Вы знаете, я вот как гуманитарий, я включил, по-моему, я включил все-таки. Я просто хочу два слова сказать о том, что мой коллега сказал насчет того, что упоминать, не упоминать. Это реальная история. У меня есть роман «Авиатор». Когда он только начинал выходить и объявление, позвонила одна крупная авиакомпания и сказала, а можно как-то принять участие в издании романа «Авиатор»? Ну, это не я разговариваю, я говорю, как можно писать со мной, что ли? Они говорят, ну вот как-то вот в акциях. Потом они узнают, что у меня в конце романа в самолете не выходит шасси. Они звонят и говорят, нет, мы не будем. Не будем. Я говорю, ну не будете, не надо. А один мой московский приятель, в Москве, надо сказать, очень по-деловому настроены люди, он пошутил, он говорит, ты им скажи, что при определенных обстоятельствах шасси может выйти. Я говорю, ну что ты, так же некрасиво. Он говорит, хорошо, другой вариант. Ты скажешь, шасси не выйдет, но ты им скажи, что ты назовешь авиакомпанию, в которой не вышло шасси. Вот, так что это. А вообще вопросы, мне в среднем 3-4 вопроса в день поступает от журналистов. Звонят, они говорят, мы звоним, потому что вы единственные, кто берет трубку. Вот. И литература там занимает последнее место. Последний звонок мне был от одной программы вечерней. Они говорят, вы не можете приехать прокомментировать расчлененку, вот эту историю с профессором Соколовым? Я говорю, почему я? Они говорят, ну вы тоже профессор. Я говорю, у меня нет такого опыта. Замечательная логика. Спасибо за эти прекрасные истории. Может быть, Покрас, вот как обладатель Инстаграма с более чем 400 тысячами подписчиков, сможет прокомментировать вопрос, вот нужны ли вам журналисты, чтобы доносить какие-то свои смыслы, чтобы продвигать свои работы, свои перформансы? Я бы, наверное, тогда точно бы сказал, что скандал – это не цель, а инструмент. И это было всегда не только у СМИ, а вообще в целом в мире. Дальше, что касается работы художника и СМИ, естественно, СМИ всегда очень важны. Да, это очень важно – выстраивать коммуникацию не только со своей лояльной аудиторией, но и с абсолютно разной аудиторией, проходить через критику. Критика в СМИ – это очень важная часть материалов. И, в принципе, любая критика делает художника сильнее и создает определенные вопросы. То есть это, да, вектор развития. То, что я говорил о создании, да, там, собственного СМИ – это вопрос некой устойчивости. Когда, например, выходит тот или иной материал, в котором есть информация, которая, возможно, неправильно подана, или с которой есть какие-то вопросы, споры, через свое собственное мнение, которое имеет свою поддержку и площадку, спокойно можно оперативно это комментировать и таким образом влиять на материал в сторону, которая нужна, собственно, художнику. То есть это определенный, создается баланс. И баланс очень важен всегда. Поэтому, когда, например, любой материал выходит только с одним взглядом, это не совсем корректно, да. И если мы видим какие-то конфликтные ситуации, если уходить при этом в классическую журналистику, то всегда нужно взять комментарии у двух сторон, да, у стороны, которая, собственно, с одной стороны конфликта, и со второй. И часто интернет-СМИ и СМИ, связанные с блогами, идут против этих правил и берут комментарии только одной стороны, тем самым еще сильнее усугубляя конфликт. Но за счет этого как раз мы все и работаем, потому что мы друг без друга, да, не можем наиболее полно и корректно подавать информацию. Спасибо большое, друзья. У меня в голове еще роятся куча вопросов к нашим участникам, но у нас перевалила через экватор уже сессия, поэтому настало время рокировки. Я прошу уважаемых деятелей культуры занять место в зале. Пожалуйста, давайте поблагодарим их аплодисментами. По-моему, очень интересная получилась первая часть сессии. И я хотел бы пригласить, спасибо, хотел бы пригласить на сцену теперь представителей прессы, да, которых у нас сегодня целых восемь человек. Пожалуйста, Элисон Коул, главный редактор The Art Newspaper. Прошу. Шон Томас, ведущий Russia Today. Хулио Агилар, редактор раздела культура El Universal, Мексика. Пожалуйста. Саша Шавелл-Буркарт, редактор культурной программы национального телевидения Словении. Ким Чжун Хо, шеф-корреспондент Московского бюро телекомпании KBS, Южная Корея. Пожалуйста. Пик Киа Бандит, основатель и международный директор Inspiring Culture, Бельгия. Изабель Шмидт, главный редактор Le Figaro, Франция. Самет Карагос, исполнительный продюсер программы Showcase, Турция. Спасибо, коллеги. И у нас есть минутка интерактива. Можно вывести, пожалуйста, голосовалку на экран. Мы бы хотели спросить зал о том, какая, по вашему мнению, самая громкая новость о российском искусстве за рубежом за последние пять лет прогремела сильнее всего. Правда, да, вот у вас два варианта проголосовать. Вы можете просканировать QR-код или зайти на сайт с названием menti.com и ввести код 937067. И вы в своих мобильных телефонах увидите голосование и сможете выбрать один из вариантов. Вот, а пока вы голосуете, мы увидим это все на экране, я бы хотел обратиться с вопросом к нашему уважаемому участникам панели. Расскажите, пожалуйста, о вашем опыте. Какая культурная тема, связанная с Россией, не связанная с Россией, но прогремела больше всего и вызвала наибольшее внимание у вашей аудитории, ваших изданий? Давайте начнем с Хулио, пожалуйста. Спасибо, спасибо большое за приглашение, прежде всего. В последние годы в Мексике не так много освещалось мероприятий из России. В целом, говоря не о современной России, У нас есть, естественно, предметы античной культуры в нашей стране. И три года назад у нас проходила выставка авангардного искусства в городе Мехико. Это очень важная выставка. Две тысячи человек посетили ее в Национальном дворце в Мехико. Это самый главный музей нашей столицы и всей нашей страны. И вообще один из главных музеев Латинской Америки. И мы видели там работы Радченко, Малевич, Кандинский, Маяковский, Гончарова, Энзенштейн и других авторов. Очень важные артисты, художники. Мексиканцы, латиноамериканцы интересуются российским русским искусством. И два года назад Василий Кандинский, тоже ему была посвящена выставка. И тоже тысячи человек пришли посмотреть на эти работы. В Мексике и в Латинской Америке российская культура очень важна. Она вызывает большой интерес. Мы знаем художников-представителей авангарда из России. Мы знаем, какие культурные процессы идут в стране. И, естественно, полностью понять нам их тяжело. Движение моралистов тоже вызвало определенный интерес у нас. Так что я должен сказать, что Россия – это важный источник наших знаний о культуре. И после перестройки этот процесс несколько замедлился. И за последние 20 лет мы не так много узнавали про современное искусство в России. Например, классический балет, классическая музыка. И мы знаем очень немногих представителей этого вида искусства, и в том числе представителей литературы, писателей. Больше знаем про фильмы российские. Уважаемые организаторы, я думаю, что все, кто хотел проголосовать, уже проголосовали. Мы можем переключиться на камеры. Спасибо. Элисон Коул, не могли бы вы рассказать, а что интересует публику Великобритании? Есть ли темы в культурной жизни России, которые вызывают наибольший интерес? Я должна сказать, что мы тоже очень интересуемся российской музыкой. Вот так лучше работает, лучше слышно. Нам интересна российская музыка. И у нас есть много, например, дирижеров в Лондонском филомоническом оркестре. И Гергеев тоже к нам регулярно приезжает. И они интегрированы уже в британскую культуру. И выставки современного искусства часто это своего рода откровение. Которое мы видим по реакции общества, потому что это показывает Россию с новой стороны. Потому что часто Россия видится как мистическая страна. Мы видим какие-то сцены сбора урожая, какие-то российские танцы. Что касается читателей и самых популярных работ публика интересовалась. истории, когда один из россиян в холодную погоду ходил практически только в нижнем белье. Что-то такое более серьезное сейчас нас не интересует. Пуссирает вот эта история. И мы часто пишем о том, что происходит в Пушкинском музее, в Эрмитаже. Мы заинтересованы в том, как показаны традиционные артисты. И блокбастеры тоже, конечно же, освещаются у нас интерес к Репину. Мы стараемся все это понять с такой английской точки зрения. Также мы заинтересованы в различных деятелях, те, кто выставляются, например, в Эрмитаже. Также мы заинтересованы в культурной дипломатии Путина, как вот он недавно ездил в Саудовскую Аравию. И это политика, которая вызывает, конечно, интерес в Лондоне. Аудитория питает интерес не только к искусству, но к искусству в контексте политической жизни, получается. Мы это слышали и от наших деятелей культуры только что, собственно. Спасибо большое. Интересные данные. Я бы хотел попросить Сашу Шаву Буркарт из Словении рассказать про ваш опыт работы и рассказов о российской культуре для своей аудитории. В основном наши истории посвящены выступлениям наших артистов в России или наоборот, когда российские артисты приезжают к нам в Словению. И за последний год Сергей Полунин в Лубляне. Он выступал, и мы в основном это освещали. Самое популярное мероприятие в городском музее. Была проведена выставка российских художников. И в Третьяковской галерее мы начали освещение этой выставки. Мы показывали сокровища галереи. И также я хотела бы сказать, что огромное количество других артистов приезжали в Лубляну современные, например, танцоры. И мы заинтересованы в политическом контексте, в социальном контексте. Конечно же, нельзя разделять искусство от политического, культурного контекста. Поэтому это нас тоже, безусловно, интересует. И есть много мероприятий, которые проводятся ежегодно. Это связано с русской культурой. У нас тесное сотрудничество между культурными институтами, между Россией и Словением. Например, форум славянских культур. Об этом мы тоже пишем. И публикуются различные работы славянских авторов. Так мы, например, читаем переводы Татьяны Толстой. И на фестивале «Фабула», который прошел в Любляне, мы провели одно из крупнейших интервью с ней. И, как я до этого уже говорила, Сергей Полунин, национальное телевидение показывало не раз его выступления в прошлом году. И просмотров больше всего набрали именно его интервью, которые длились 30 минут. И есть совершенно особенное отношение с современным искусством из Словении, из России. В 1992 году неоавангардное движение строилось на идеях Малевича и российского авангарда. То, что началось в 1980-е годы. Лайбах и Эврин и посольство в 1992 году была проведена такая масштабная акция. И даже сейчас это узнаваемое изображение в наших СМИ. Эврин – это одна из главных групп художников в Словении. И тогда наша галерея начала собирать коллекцию искусства. И в основном это художники из Восточной Европы. Называется она 2000+. Плюс из Восточной Европы. И она включает Олег Грик, Миле Кабаков, Монастырские другие художники туда тоже входят. Многие из них приезжали в Словению. И мы рассказывали о них. И еще одна коллекция, которая получила название «Что делать?» И выставка, которая была проведена, мы привезли это в галерею «Гараж» в 2015 году. И выставка «НСК» была также представлена в галерее «Гараж». И мы приехали в Москву, чтобы снять документальный фильм, посвященный этой галереи «Гараж». И, как я уже говорила, очень тесное сотрудничество ведется, например, между фестивалем в Любляне. Каждый год ставятся постановки при участии Большого театра, Мариинского театра. Валерий Гергиев – это наш регулярный гость на фестивале. И, естественно, обо всем этом мы тоже пишем в наших изданиях. У нас высокий рейтинг наших программ. 5-6% для Словении. У нас всего 2 миллиона населения, поэтому достаточно высокий показатель, много. Да, но это вот вкратце. Сейчас я предлагаю сделать короткую перебивку, посмотреть на результаты нашего голосования. Как считает аудитория, что было самым, какое российское событие было самым популярным культурным мероприятием за последние 5 лет. Больше всего получил клип «Литл Биг» с Кибиди. Да, это был популярный еще и челлендж. Клип, который выдался в челлендж, в котором участвовало огромное количество человек. Все танцевали, это замечательный танец. На втором месте фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева получил «Золотой глобус» в 2015 году. 26% за анимационные картины «Маша и Медведь» и «Снежная королева». 16% – концерт Оркестра Мариинского театра в Пальмире в Сирии в 2016 год. 6% посчитали, что это какое-то другое событие. И два мероприятия у нас не набрали вообще никаких. Ну, вот интересно, давайте узнаем, что французская аудитория думает о культурных событиях России. Изабель Шмидт, может быть, вы расскажете нам, смотрели ли во Франции клип «Скибиди»? Должна признаться, нет. Но я знаю, думаю, что французы на самом деле увлекаются российской культурой. И когда я услышал, что наши представители культуры выступают перед журналистами, то я думал, а может быть, я и не журналист, потому что меня совсем не интересуют скандалы или какие-то поверхностные вещи. И я не думаю, что мы должны использовать эти события, чтобы привлечь внимание аудитории. Я сейчас расскажу нечто, что имеет отношение к России. И две недели тому назад я пришла в Лувр на выставку Леонардо да Винчи. И меня пригласили на программу, на первый канал Франции, чтобы рассказать о Леонардо да Винчи. И директор программы сказала, вот вы знаете, людей интересует только одна вещь. Кто был в кровати с Леонардо да Винчи? Действительно, я сказал, действительно, вы хотите знать только, кто был любовником, любовницей Леонардо да Винчи? Ну, мы не знаем абсолютно никакой идеи. В этом случае я не могу ничего говорить, но есть вообще много других вещей интересных у Леонардо да Винчи. И я думаю, что это имеет отношение к российской культуре. У вас прекрасные художники, и классические, и современные. И меня очень интересует русское кино. Но я вот уже 10 лет регулярно смотрю русские фильмы, которые, к сожалению, не всегда доходят до Франции, до французских кинотеатров. Но Левиафан, да, конечно, Левиафана мы видели, и мы открыли для себя этот фильм. И мне кажется, что на самом деле люди ценят в российском искусстве искренность и вопросы вечности, энергия. И это можно почувствовать и в кино, и рассматривая картины. И художественное полотно создается при использовании перспективы, несколько линий смыкается в одной точке. И в этом случае точка зрения выходит за пределы полотна картины. Или, если взять иконы, и, допустим, троица рублёва, в этом случае линия зрения абсолютно другая. И человек, который смотрит на эту картину, проникает в тайну мироздания при помощи этой иконы. И это действительно отображает всё, является олицетворением всего русского искусства, классического и современного. И именно это нам нужно. Мы не стремимся получить информацию о скандалах или слухи какие-то. Мы хотим действительно получить ответы на вечные вопросы, что мы, к сожалению, утрачиваем сейчас в Европе. Не знаю, ответил я, смогла я ответить на ваш вопрос или нет. Ответили, очень хороший ответ. Из Южной Кореи. Как, насколько важно для южнокорейской аудитории наличие элемента скандала в культурной повестке? В искусстве был скандал. Или ваша аудитория с удовольствием читает, смотрит и слушает про искусство в чистом виде, без какой-то скандального подтекста? Корейцы, мне кажется, ну, наверное, скандал-скандал, а чистое искусство – это чистое искусство. И когда корейцы, когда корейцы пытаются насладиться искусством или произведениями культуры, скандалы все-таки относятся к другой области. Скандалы – это что-то другое. Ну, с другой стороны, журналисты, может быть, именно журналисты заинтересованы в таких вопросах, как скандалы. А чистое искусство действительно есть чистое искусство. Примерно как-то так. Достаточно? Я объяснил. Хороший ответ, но какие самые впечатляющие ответы, какие самые впечатляющие события в сфере российского искусства или что привлекло наибольший интерес корейской аудитории в последние годы? Что касается последних лет, то я могу сказать, что в Корее мы действительно знакомы с российской культурой. По крайней мере, большинство корейцев знают Толстого, Чайковского, Пушкина. Даже до восстановления дипломатических отношений между Южной Кореей и Россией это произошло в 90-м году, даже в 70-х, в 80-х приезжали художники, творческие люди, деятели культуры из России в Корею. И я могу сказать, что большинство корейцев действительно знакомы с таким российским поэтом, как Пушкина. Поэтому корейцы в основном, в целом, знакомы с классическим искусством России и культурой России. И в последнее время, уже после 90-м, 90-го года, культурный обмен активизировался между Россией и Кореей. Но в основном, конечно, все-таки корейцы интересуются классическим искусством, в том числе и литературой классической, и классической музыкой. Министерство культуры двух стран заключили соглашение об культурных обменах. И Корея будет принимать русские сезоны в 2021 году. И поэтому совместные усилия и государственных органов власти, занимающихся культурой, и действия частных организаций будут способствовать и дальнейшему активизации культурных обменов и позволят нашим народам лучше понимать друг друга. Я говорю, что вы унифируете культурную фабрику Европы и Асия. Есть ли есть различные способности культуры в двух частях мира? Как мои коллеги сказали, что нас не интересуют скандалы. И я это знаю, потому что я в первую очередь историк, чем кто-либо другой. И очень важно, чтобы журналисты вкладывали вклад в развитие общества, и это достигается за счет обмена идеями, в том числе культурными идеями. И мы знаем, что незалисимо от того, Париж это или Люксембург, или другая западная столица, Россия может поделиться своим культурным классическим наследием. И это великолепное искусство. Но, с другой стороны, и россияне любят, допустим, Мирей Матье. Все знают в России о Мире Матье. Это означает, что независимо от того, какой культуре мы принадлежим, очень важно формировать образ своей страны путем продвижения культурных ценностей. Но это могут быть не только культурные, классические ценности. Можно одновременно выстраивать диалог между современными художниками и западноевропейскими художниками. Важно, чтобы современные художники наладили диалог. Это позволит сформировать положительный облик России в мире. И это покажет, какая Россия на самом деле. И мне кажется, что вот такая культурная дипломатия очень важна. В России фантастическое искусство. Я понимаю, что русские сезоны будут и во Франции, и в Бельгии, и в Люксембурге. Но мне кажется, что если это просто стандартная программа, то, вы знаете, независимо от того, Париж это или Бруссель, все перед Рождеством наслаждаются действительно классикой. Именно классика соответствует духу Рождества. И мы говорим, ну да, пусть будет так. А что касается выставок, допустим, театра пластического искусства, у нас есть авангард. А почему бы не привести, не показать другую сторону России? Пусть это будет от Врубеля до Малевича. Потому что, может быть, вы думаете, что не стоит этого делать, но я не уверен в этом. Потому что у меня есть опыт работы вот именно с этим периодом от Врубеля до Малевича. И я знакома с этим предметом. И вот занимаюсь им уже 25 лет тому назад. Но я бы хотел перейти к вопросам из аудитории, чтобы вы могли уже ответить на конкретные вопросы либо представителей культуры, либо вот людей, которые участвуют сегодня у нас в качестве аудитории. Потому что в этом, собственно, и суть антипресс-конференции, чтобы мы рассказали нашим коллегам с точки зрения медиа, с точки зрения журналистов, как мы видим продвижение и интерес к культурным событиям. Есть ли вопросы у нашей уважаемой аудитории? Можно туда, пожалуйста, микрофон? И я бы попросил вас представиться сначала и потом задать ваш вопрос. По-русски или по-английски? Здравствуйте, меня зовут Ксения. Я представляю СМИ, которая занимается культурой и искусством. Мне кажется, здесь не был поднят очень важный вопрос, а именно, откуда берет финансирование СМИ. На какие деньги выплачиваются заработные платы? Мне кажется, это очень важный вопрос, потому что мы знаем, что основной источник дохода СМИ сегодня – это реклама. А когда хотят давать деньги на рекламу организации различные, частные или государственные, тогда, когда эта СМИ будет популярна. Вот я хотела бы услышать ответ на вопрос, как можно вообще это обойти? Какие другие источники финансирования могут быть у СМИ, чтобы они брали не только скандальными заголовками? Спасибо. У нас есть представители государственных СМИ, которые получают деньги от государственного бюджета. Есть представители частных СМИ, которые зарабатывают на рекламе, на подписке, на пожертвованиях со стороны аудитории. Может быть, как раз представители частных СМИ могли бы рассказать о том, можно ли заработать на рекламе, которая выходит из внутрикультурных изданий? В основном у нас представители государственных медиа, да, здесь? Может, Хулио ответит? Можно ли я это? Ну, сначала... Да. Я сначала хочу сказать, что я работаю в Универсале. Универсале – это самая крупная газета в Мехико, в Мексике. Это очень старая газета, и уже сто лет существует. И у нас есть традиционное средство массовой информации, и мы как раз к таким принадлежим. И, ну, в настоящий момент происходит процесс трансформации, и мы не являемся просто печатным изданием, мы являемся мультимедийным изданием, и есть традиционные какие-то средства массовой информации. И мы не заинтересованы просто в развлечении публики. Наше издание – серьезное, серьезная газета, серьезное средство массовой информации. И мы связаны с многими другими изданиями, в том числе и в Америке, в Соединенных Штатах Америки, и в Южной Америке. И это разные издания, но наша цель заключается в том, чтобы развивать и социальную повестку. И культура является составной частью этой повестки. И именно поэтому нам не нужен скандал. Мы не стремимся освещать скандалы. И мы действительно хотим внести свой вклад в представление социально ответственной, важной информации. Существуют и другие типы шоу-бизнеса, для которых, может быть, скандал важен. Но все-таки разделы культуры по-другому относятся к событиям. И что касается меня и других средств массовой информации, с которыми я хорошо знаком, скандал не важен. И мы не ищем возможности осветить скандал. С другой стороны, скандалы же происходят в культурном мире. Вот сейчас в Мексике, допустим, очень серьезное событие, связанное с Пласидо Доминго. И он по своему происхождению. Он наполовину мексиканец, наполовину итальянец. И, конечно, большинство аудитории интересует вопросы, связанные с Пласидо Доминго. Но наша цель не состоит в том, чтобы искусственно возбуждать интерес со всем событиям, происходящим в этом контексте с Пласидо Доминго, Плачидо Доминго. Но не основная цель, это вот раздувать скандал. Имеются и другие аспекты этого всего дела, которые нужно все реально проверить, установить истину в контексте всего происходящего. И мы стремимся понять, что реально происходит, а не просто поддерживать скандал. Можно сюда, пожалуйста, микрофон? Вопрос. Вопрос, я думаю, задаст самый юный участник этого форума. Ну, очень приятно слушать о разных культурных проектах. Такие, сякие, я бы с удовольствием от всего прочего отключился, если бы я не знал, что происходит с экологией, с климатом, с устойчивым развитием. И какую это угрозу несет для моих, в частности, четырех сыновей, внуков. И вот, особенно для младшего, ну, что есть совершенно точные и научные, и официальные данные, что там, ну, лет 30-40, и дальше уже жить будет невозможно, если сейчас мы не изменим. А главное, что нужно менять, это культуру поведения людей, культуру выживания, культуру заботы о других людях, о природе. И это главная культура. Я понимаю, что такое культура, я к ней имею отношение и к искусству, и прочее. Вот. И здесь как-то очень мало об этом говорится. Я хочу привести такой позитивный пример. У сына ДЦП, это тоже, кстати, привет экологии, социальным вопросам. Но вместе с тем феноменальная память, слух, музыкальный голос, он поет и говорит на более чем 20 языках. И вот нас пригласили на первый канал, на программу «Лучше всех». И сказали, ну раз ты много языков знаешь, знаешь, там 20 гимнов разных стран, вот давай про футбол поговорим. Но мы предложили поговорить о целях устойчивого развития. Мне огромных усилий требовало, потребовало, ну нужно было, чтобы продавить эту тему. Мы добились. В результате огромный успех, более 15 миллионов просмотров, вроде бы на такую флоновскую тему. И до сих пор смотрят вот каждый день там несколько тысяч просмотров, и людей это просвещает. Мы очень этим удовлетворены. Так что эта тема на самом деле актуальна. Десятки тысяч восторженных отзывов. Ну и вопрос хотел сын задать, поэтому... Здравствуйте, меня зовут Антон. Я детский посланник Организации Объединенных Наций по целям устойчивого развития. Я просвещаю людей и веду их к заботе о природе. Потому что действительно, если сейчас не начать это делать, то через 30-40 лет, а то и меньше, на земле будет невозможно жить, особенно таким поколением, как мы. Так что я бы попросил вас, ну конечно, ваши проекты я тоже уважаю, но все-таки больше внимания уделять природе. И заботиться о ней, вовлекать всех. Спасибо. Это заявление достойно уважения. Если бы у нас был экологический форум, оно было бы еще более уместным. Но спасибо вам за ваш пример и за вашу работу. Конечно, культура совместного потребления, культура пользования ресурсами нашей планеты, это тоже очень важная тема. Вот в этом главная ошибка, извините. Экология, выживание нужно всем. И деятелям культуры, и рабочим, и таксистам, кому угодно. И в этом очень большое заблуждение. Я даже такую формулу, значит, сделал. Ты кем угодно можешь быть, можешь быть, но быть экологом обязан. Ну это из российской поэзии, значит, ну думаю, иностранцам понятно. Сегодня кто бы, где бы, чем бы не занимался, он обязан думать об экологии, об источном развитии. Спасибо. Спасибо. Если есть комментарии, пожалуйста, много кто хочет. Давайте Саша. Да. Может быть, это не напрямую связано с тем, какой комментарий вы дали. Большое спасибо за него. В этом году в этнографическом музее в Любляне была проведена крупная выставка при участии этнографического музея Санкт-Петербурга. И это было посвящено шаманизму и народам Сибири. И впервые мы увидели эти племена, которые живут там, в этих регионах, и какой опасности они подвергаются. Поэтому культура, конечно же, связана с окружающей средой, безусловно. И благодаря этой выставке мы посмотрели на то, как это было в прошлом. И, конечно, современное искусство тоже помогает. Вы упоминали венецианскую биеннале. И очень многие артисты затрагивают эту тему, включая российских художников. И мы это тоже освещаем в наших национальных СМИ. Это наша миссия сейчас сохранить не только культурную идентичность, но и поднимать такие вопросы. В прошлом году мы проводили мероприятие со Стрелкой и Институтом Стрелка из Москвы. И они рассказали нам о том, как создать устойчивую среду, современную устойчивую среду. Спасибо. Я думаю, что ответственность СМИ – это ставить определенный вызов для культурных институтов. И спонсорство. Мы читываемся, и мы пишем о различных активностях. И Британский музей, другие активисты среди художников часто попадают в заголовки. Они затрагивают те вопросы, которые, прежде всего, беспокоят наше молодое поколение. И, как коллега говорила, мы немного слышим, немного знаем о современных артистах из России. Мы больше знакомы с классической стороной, с классической русской культурой. И мы пишем о климатических изменениях. И мы пишем об упаковке, об отходах, о правильной утилизации отходов. Поэтому у нас есть ответственность в этом отношении. Я могу привести вам пример. Несколько дней назад мы проводили биеннале с более чем двумя тысячами посетителей в Стамбуле. И мы как раз обсуждали вот эту проблему отходов в Мировом океане. И это вина всех семи континентов. И еще несколько примеров, чем мы занимаемся на нашем канале. Showcase. Немного осталось времени, но тем не менее. Мы транслируемся во всех странах. У нас есть студии в Лондоне, в Вашингтоне, в Стамбуле. И что мы освещали про Россию? Очень много разных выставок. Ваши имперские столицы Санкт-Петербург и Вена, Николай Носеткин, некоторые оперы. А с другой стороны, я сам обозреватель турецкой газеты «Милет». И там я тоже пишу об искусстве и о культуре. Но там большинство я пишу о Турции. Но иногда, конечно, если какая-то интересная о России или из России, я тоже пишу. В прошлом году у нас была выставка русского авангарда в музее Сабанджи в Истамбуле. Это было, по-моему, самое популярное мероприятие о российском искусстве. А также у нас было, в Дон-Диле мне было интересно написать о фильмах, скажем, «Лето», это прошлый год, было кино Кирилла Серебренникова, а также Алексея Германа Давлотова. Давлотов – это один из моих любимых русских писателей. И ради этого фильма у нас на турецком языке уже можно читать, то есть есть переводы Давлотова. Перед него не было никакого. По-моему, это из-за этого фильма. И также я мог бы задать вопросы к Букинину о его книге «Андергранд» или «Герой нашего времени», когда он был в Истамбуле. Больше всего мне интересуется современное искусство по всему миру. Но это, когда говорят о русском современном искусстве, это сложно для меня понять, потому что я не могу найти какую-то антологию о русском современном искусстве. Есть только одна антология, сборник на английском языке. Но если бы было больше, то есть мне с удовольствием написать или сделать что-то с русским современным искусством. Спасибо. Что происходит с культурными темами не всегда. Интересует людей, как насчет того, как это текущие мероприятия. Они заинтересованы тем, что происходит у них во дворе, но культурными мероприятиями они интересуются? Не всегда. И что касается культурных тем, в моей работе культура, политика, правительство, они взаимосвязаны. И это очень важно. И чтобы понять культуру, ты должен понимать историю, политику региона. Поэтому для нас мы видим, что люди заинтересованы не только в том, что происходит в их дворе, а что происходит, например, во дворе их соседей. Но когда люди спрашивают меня про Россию, это, может быть, покажется сумасшедшим, но они говорят, что нужно, наверное, стоять в очереди за хлебом. Но вот я говорю им, что в Москве, где я живу, есть Старбакс, есть Макдональдс, все это есть. Поэтому вот так воспринимается реальность российская. И это базируется на неправильном понимании, на стереотипах советской эпохи. Вот так видят Россию, современную Россию. И есть желание узнавать о современной России не только с точки зрения искусства, о людях, о наследии, о жизни, о всей панораме. У нас есть время еще на один вопрос. Давайте, вот, пожалуйста. Вот здесь, вот здесь девушка. Подняйте руку еще раз, пожалуйста, чтобы вас видели. Привет, меня зовут Элизабет. Меня зовут Элизабет. И... Да, я еще раз задам. Меня зовут Элизабет. С 2014 года была геополитическая конфронтация. Что касается взаимодействия между культурами, как вы видите, будущее политическое выглядит не очень хорошо. Но что касается культурного взаимодействия, как вы думаете, каким будет будущее с точки зрения русской и российской культуры? Я думаю, что люди всегда остаются людьми. И когда мы говорим о американцах, о русских, их интересуют отличия и интересуют сходства между нашими культурными. И я должен сказать, что политическая ситуация очень отличается от культурной стороны вопроса. И россияне заинтересованы в путешествиях, в том, чтобы ездить в Америку, например. Я знакома со многими россиянами, которых это интересует. И что же самое справедливое и в отношении западных культур, людей с запада, они не все знают, что есть возможность узнать Россию поближе. К сожалению, политика создает определенный барьер. Но я думаю, что если бы мы могли открыть границы, открыть коммуникацию для путешествий, это принесло бы огромную пользу. И это бы дало такое окно возможностей для тех людей, которые были лишены этих возможностей узнать больше. Людям нравятся другие люди, им нравится узнавать о чем-то другом, о другой культуре. Это особенно справедливо в отношении молодого поколения. И если им дать эту возможность, я думаю, что они обязательно ее воспользуются. Мы сейчас закончим, что Russia Beyond, который рассказывает именно о культурной жизни России, наша аудитория за последние три года выросла в два раза. То есть действительно интерес к культурным темам растет. И, подводя итог, огромное спасибо всем выступающим, огромное спасибо за вопросы из зала. Мне кажется, мы сегодня узнали очень важные вещи. Во-первых, урок от Евгения Водоласкина, что нужно быть тем человеком, который берет трубку, когда вам звонят. Это уже сильно поможет вам в продвижении ваших культурных мероприятий. А во-вторых, урок, наверное, от Покраса Лампаса, что скандал должен быть не целью, а средством достижения нашей аудитории и пользовательской любви и внимания. Спасибо большое всем участникам и желаю вам отличного продолжения дня. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...